Здравствуйте! Я Анастасия Углянец и расскажу вам самые актуальные новости Саратова и области. Синоптики предупреждают жителей области о сильном дожде. В отдельных районах ожидается выпадение до 40 миллиметров осадков, а также усиление ветра до 20 метров в секунду. МЧС предостерегает жителей от возможного возникновения аварийных ситуаций, повреждения электропередач, разрушений ветких построек и деревьев. Спасатели просят не находиться вблизи этих объектов. Напомню, на прошлой неделе от повалившегося дерева погибла 18-летняя девушка и пострадали около десятка машин. В Саратов привезли редкие собрания книг Пушкина. В конце месяца в музее Федина пройдет выставка «Дохнул осенний хлад. Болдинская осень». Там будут представлены первые публикации поэм «Домик в Коломне» и «Анжела», издание сказки о злом петушке, которое было опубликовано еще при жизни автора. А также юбилейные книги, иллюстрации которым писали знаменитые художники Бенуа, Бакст, Врубель, Вознецов и другие. Более 3 миллиардов рублей такая сумма за 9 месяцев текущего года выдана жителям области в ипотеку. Всего около 3000 саратовцев взяли кредиты на улучшение жилищных условий. Этот показатель в три раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Аналитики считают, что объем ипотеки в этом году составит около 5 миллиардов рублей. Украшения из микросхем и часы из виниловых пластинок. В Саратове прошла уникальная выставка «Рыжая ворона». Это первый арт-маркет в нашем регионе. Все изделия сделаны вручную. Также проводятся мастер-классы. Желающий хочет делать кофейные игрушки, которые до полугода сохраняют запах кофе и корицы, обучают витражной росписи и посвящают в процесс изготовления натуральной косметики. На выставке можно приобрести бижутерию, аксессуары, предметы интерьера и одежду «Хендмейд» по доступным ценам. В Саратовском СИЗО переписчики нашли кандидатов наук. В рамках переписи населения сотрудники Саратовстата посетили изолятор номер один, где содержится около 900 человек. В основном среди заключенных преобладают люди со средним образованием. Но нашлись и более образованные, которые знают иностранные языки – французский и немецкий. Инспектор отдела спецучета Елена Родионова уверяет, что граждане предоставили о себе достоверную информацию. Очистят ли ряды МВД от коррупционеров? Накануне прошло заседание коллегии ГУВД по Саратовской области. Генерал-лейтенант Сергей Аренин заявил, что уволение сотрудников, которые берут взятки или прикрывают криминальный бизнес, будут продолжаться. Также жестокой критике подверглась профессиональная подготовка личного состава. Саратовский дознаватель победил в конкурсе МЧС. На прошлой неделе в Тюмени прошли соревнования работников Государственного пожарного надзора. Дмитрий Курылев, майор внутренней службы МЧС по Саратовской области, показал абсолютный результат. Наш земляк получил из рук начальника главного управления МЧС медаль за содружество во имя спасения. Еще одно темное пятно в репутации ТЮЗа. Прокуратура Саратовской области по факту незаконной установки антенн на кровле нового здания театра возбудила уголовное дело. Как выяснилось, мошенники заключили договор с одним из операторов сотовой связи на оказание услуг по размещению оборудования. Хотя разрешения на данную работу не имели. ГУВД по Саратовской области устанавливают личность преступников. Подпольный игровой клуб сам себя сдал. В заводском районе Саратова неизвестный в маске ворвался и похитил деньги из сейфа фирмы, которая выдавала себя за интернет-магазин. Злоумышленнику удалось скрыться до приезда милиции. Силовики, которые прибыли на место преступления, обнаружили игровые автоматы. В Саратовской области появился еще один спортивный комплекс. В базарном Карабулаке открылся ФОК «Лидер». Он включает в себя два плавательных бассейна, игровые и тренажерные залы. Строительство сооружений обошлось областному бюджету почти в 200 миллионов рублей. Это уже 14-й спортивный объект, который построили за последние несколько лет в Саратовской области. Первая в Саратове – Армянская церковь. Ее строительство планируют завершить 2017 году. Но и на данном этапе церковь выглядит настоящим архитектурным шедевром. Высотой в 33 метра каждая арка – ювелирное искусство. Для внешней отделки используют редкий камень – красный туф, найти который можно только в Армении. Будет не только церковь, уверяет руководитель армянской общины, а еще один комплекс – библиотека, школа, кинотеатр, настоящий культурный центр. В свои двери он откроет все, кто пожелает познакомиться с армянской культурой. И это все, что мы успели вам рассказать. Увидимся через два часа.